всем привет я рада приветствовать вас на моем канале сегодня с вами делюсь рецептом шарлотки в принципе у меня классический рецепт но здесь важна разгромировка как всегда чтобы шарлотка получилось достаточно высокой не сухой чтобы тесто бисквит поднялся это очень важно и у меня есть маленькие свои секреты что я еще добавляю в шарлотку и она получается изумительно вкусный это тесто делается быстро яблоки режутся и все практически готово все по порядку все взбиваю в миксере яблоки показ кладу в сторону 4 яйца разбиваю в чашу миксера сюда же стакан сахара или примерно 160 170 граммов сахара пакетик ванилина и все взбиваю вот минуты три затем кладу сметану 200 граммов у меня сметана 15 процентов и сразу же буквально два стакана муки это примерно где-то 300 граммов взбиваю после муки помогая ложкой минутку может быть две затем один пакетик разрыхлителя 11 граммов и три столовых ложки растительного масла затем последний стакан муки всего три стакана муки или 500-520 граммов у меня уходит и минутку взбиваю все выключаю тесто готово вот тесто делалось буквально тут ну 7-10 минут то есть это практически сразу же все подряд закладываю кроме вот яйца сахара жду сначала все консистенция теста должна быть вот такой вот тесто тесто отставляю занимаемся яблоками и включаю разогревать духовку на 180 градусов яблоки я беру кисло-сладкие яблоки вот мне обычно хватает вот таких вот немаленьких три штуки счищаю шкурку я не люблю выпечки чтобы была шкурка то есть чищу все яблоки и яблоки мне нужно нарезать двух видов для низа который станет верхом вот такими вот дольками нарезаю но когда вот нарезаешь вот так вот дольками то доходишь до определенного момента когда не можешь нарезать я это естественно не выкидываю но такие маленькие дольки мне не нужны я нарезаю вот такие вот кубики они тоже пригодятся и пойдут серединку и получаются очень тогда вкусно то есть я вот нарезаю все что остается некрасивые дольки их на кубики форма у меня разъемная этого количества теста хватит на 24 26 форму смазываю растительным маслом пергаментную бумагу я еще кладу пергаментную бумагу вы можете и класть но я люблю мне так удобнее и сверху растительного масла я посыпаю еще буквально щепоткой муки потому что сейчас сюда будем еще выкладывать яблоки вот так вот насыпаю щепотку муки а теперь перед переворачиваю над раковиной и немножко уберу лишнюю муку тогда поверхность вот такая при порошенной остается а муки нет как видите теперь выкладываю красиво сюда яблочки которые дольками выложила яблочки теперь беру чайную ложку меда и поливаю вот здесь сначала сверху яблоки у меня уходит обычно три-четыре чайных ложки чтобы вот так вот полить медом корицу корицу я беру пол чайной ложечки вот так распределяю сверху но берите корицу в зависимости любите вы корицу или нет если очень любите возьмите чайную целую ложечку выливаю половину тесто распределяю по яблокам теперь яблоки которые были порезаны кубиком немножко их насыпаю сюда в середину теперь на яблоки немножко прям вот меда делают сюда и корицу сюда я уже ничего не делаю потому что ну мы не фанаты корицы меда сюда буквально чуть-чуть чайную ложечку добавляю то есть всего вот четыре пять чайных ложечек я использую меда и сверху распределяю все остальное тесто прокручиваю вот так вот два раза чтобы более внутри равномерно распределилась шарлотка и ставлю в духовку уже разогретую 180 градусов вверх-вниз минут на 45-50 проверяйте с шпажкой чтобы тесто не было мокрым но я смотрю всегда чтобы верх был подрумянины и борта отошли от формы но вот у меня прошло ровно 50 минут и я даже зубочистка не проверяю потому что вижу что готов теперь вот на решетке я его остужаю смотрите вот у меня поднялся очень хорошо немножко он сейчас еще опустится вверх но в принципе вот он такой вот и остается если вдруг у вас что-то случилось или пошло не так и не поднялась вот это вот не поднялся бисквит то тогда переворачивайте его и в перевернутом виде остужайте тоже на решетке или на деревянной поверхности все нужно чтобы шарлотка остыла вот я хоть и посыпала сахарной пудрой но если вы переворачиваете яблоками вверх то сахарная пудра она все равно впитывается в яблоки потому что они сочные они медовые поэтому сильно даже я и не стараюсь засыпать когда переворачиваю пирог шарлотку вверх яблоками и вот хотела показать как выглядит в разрезе пирог вот он получается такой вот пористый и видно что структура не сухая не пересушенный и именно что что она получается с такой как мама моя говорится со сказочной с волшебной корочкой вот она мягкая такая красивая и вкусная получается благодаря растительному маслу всего три столовых ложки я добавляю и мед здесь делает свое большое дело получается очень ароматная шарлотка мед с яблоками всегда вкусно сочетается поэтому вот на яблоки всегда добавляйте мед и шарлотка у вас будет очень-очень вкусно пожалуйста делитесь вот таким вот рецептом с друзьями подписывайтесь на мой канал за лайки всегда спасибо